Музыка Всего лишь год назад молодежь из Essex была предметом низкопробных шуток. Молодежь ответила по-своему. Вся страна теперь танцует под музыку из Essex. Лейбл Suburban Bass – один из самых успешных и независимых лейблов в Британии, выпускающий танцевальную музыку. За последний год 11 их пластинок стали хитами национального масштаба. Трек Seism Treat группой Smarties занял второе место в хит-параде. Новый сингл «Lose Control» выходит на следующей неделе. Том, Крис и Ник из группы Smarties. Мы раньше жили здесь, и Продиджи были через дорогу, и Suburban Bass располагался рядом. Короче, все тут тусовали. Я думаю, в плане хардкора Essex даёт жару. Здесь много групп, здесь всегда было много групп, но в Essex всё получилось. Дэн Денелли – гений. Ему 20, а он основал лейбл Suburban Bass Records. Причина, по которой мы назвали лейбл Suburban Bass, потому что мы находимся под боком Лондона. Мы составили достойную конкуренцию мейджорам в их деле, и в большинстве случаев превзошли их. Но Suburban Bass – это больше, чем бизнес. Все участники лейбла Дэна встречаются в магазине Boogie Time Records, с которого всё и началось. Suburban Bass – это семья. Мы называем себя Boogie Time Tribe в честь нашего магазина. Потому что так оно и есть, и люди замечают, что мы как шайка. Вы знаете, шайка единомышленников, и мы верим в то, что мы делаем. Мы группа друзей, которые вместе вкалывают за бой, добывая материал. Мы не просто нарезаем инструменты и бас. Мы добываем свой материал и делаем собственный продукт на своей студии. 19-летний Дэнни Брейкс стоит за названием «Sounds of a loop-de-loop era». Бывает, слышишь чей-то трек, и жить тошно. Но если умеешь писать музыку и зарабатывать на этом деньги, все хотят повторить. Prodigy сейчас – это самая успешная группа из Essex. Их новый сингл выходит сегодня. Они стали известны благодаря треку Charlie. За небольшой год уже три их сингла побывали в горячей десятке. Дебютный альбом группы Experience сразу попал в топ-10. У нас репутация – отвязные группы. Потому что мы плевать хотели на всех бизнесменов, что выжимают последний из наших синглов. Из Charlie и из Everybody in the Place. Мы работаем для ребят, которые хотят тусить. И мы даем им то, что они желают. Вот откуда столько респекта от нашей аудитории. Группа все еще пишет музыку в домашней студии. Если посмотреть на нас со стороны, то мы обычные четверо парней, которые до выступления также танцевали в толпе и веселились со всеми. И мне кажется, людям нужно что-то очень родное, что-то похожее на них. То, что и к ним относится тоже. В отличие от большинства рейв-команд, Продиджи играют вживую. Хотя полностью играть вживую невозможно. Потому что вся сцена будет заставлена оборудованием. И еще где-то 5-6 человек тут будут бегать и все настраивать. Но мы стараемся выбирать такие площадки, где сможем поместиться все, чтобы сделать хорошее шоу. Вот моя малышка. Когда мы выступаем, я типа бегаю от инструмента к инструменту и играю разные части каждой песни. Как вот сейчас я могу сыграть фрагмент Your Love. Когда я на сцене, а в зале прыгает 15 тысяч человек, я думаю, я написал эту песню в своей спальне, а теперь 15 человек рубятся под мою песню и кайфуют, потому что я ее написал у себя в спальне. То есть, я написал эту песню для людей, и люди под нее танцуют. Так, я не могу сыграть. Я не могу сыграть. Вася к hope, люди! Продолжение следует...